В самом конце теплого сезона в подмосковной усадьбе Архангельская стартовала ралли Club GT. Для участников это возможность пообщаться друг с другом, побороться за призы, а для посетителей редкой оказии увидеть такое количество дорогих автомобилей в одном месте. Lamborghini, Porsche, Aston Martin, Morgan и, конечно, Ferrari. Синоним успеха и достатка, понятный на любом языке мира. В антураже старинной усадьбы эти машины вполне гармоничны. В конце концов, Архангельская – это изначально тоже предмет роскоши. Мы вот третий год подряд устраиваем ралли суперкаров. В этот раз у нас где-то будет около 10 Ferrari. Остальные – это Porsche, Lambo, Aston Martin, потом Morgan. У нас ралли третья категория. Дмитрий Куприянов уже 32 года как раз занимается ралли. Около 500 ралли он уже провел. Он нам как раз делает эти карты уже третий год подряд. Участникам предстояло проехать подготовленный организаторами маршрут, отмечаясь в заранее определенных точках. Элементарной задачей это кажется только на первый взгляд. На практике, единожды совершив ошибку, участник серьезно усложняет себе дальнейшее прохождение маршрута. Для людей, которые вовлечены в автоспорт, это совершенно иная форма соревнования. То есть где нет скорости, где тебе не нужно быть самым быстрым, а тебе нужно быть самым точным. Ралли на точность движения и штурманское ралли – это вопрос сдерживания себя и точного анализа. Здесь нужно отключить все эмоции. Если ты включаешь эмоции, ты однозначно ошибешься, ты повернешься не туда, потому что иногда расстояние между поворотами 100 метров, 50 метров. И если ты уехал не туда, то потом возврат обратно – это ломка религенды, это ломка отсчитанного километража, нужно пересчитывать все. Состав экипажей традиционный для ралли – пилот и штурман. Чтобы правильно пройти маршрут, необходимо двигаться строго по легенде. Как и в классическом ралли, для победы важна слаженная работа обоих участников. Как штурман могу сказать, что, во-первых, ралли – это сплочение команды, потому что должны работать грамотно, совместно, продуманно и, самое главное, в гармонии. И штурман и пилот – это очень классная история для сплочения семьи, друзей, пары. И поэтому провести, по-моему, так выходные – это самое прекрасное, что может быть. Это взгляд молодежи. Илья и Мария Кашины заняли третье место. Серебро отошло Руслану и Диане Хисамову, а лучшими стали Денис Рябцев и Елена Левакова на Porsche 911.